И уже сегодня жители и гости белорусской столицы могли оценить главную фан-зону вторых европейских игр. Площадка у Дворца спорта открыта и уже принимает первых болельщиков. В эти минуты там проходит концертная программа «Обратный отчет». Что еще приготовили для гостей спортивного форума, спросим у Юлии Токарь. Она на прямой связи со студией. Юлия, добрый вечер и делитесь впечатлениями. Добрый вечер, коллеги! Концерт действительно уже начался, а значит официальный старт открытил главную фан-зону страны. Да, мероприятие открыл президентский оркестр, а дальше марафон, который называется «Обратный отчет» подхватили белорусские исполнители. Все артисты, практически все без исключения, были факелоносцами. Вчера я там тоже бегала с факелом в очень приятной компании. И реально, на самом деле, это, конечно, это праздник, это событие. Прямо сейчас ко мне подходит ведущий вечернего концерта, Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды». Привет, привет, страна! Человек-праздник. Скажите, вообще Минск готов к большому форуму? Минск готов к большому празднику. Смотрите, музыкантов сколько людей, улыбающихся, и артисты. Прямо сейчас я работаю на этой площадке и как ведущий, и чуть попозже выйдет группа «Дрозды». Здорово, будем ждать, тогда отправляйтесь на сцену. Да, спасибо огромное, мне пора. Всем привет! А я расскажу пока о технических возможностях фан-зоны. На сцене оборудованы три LED-экрана. Их современные мониторы позволят не потерять качество картинки даже при самом ярком солнце. Открываться зона гостеприимства будет с началом турниров, а закрываться только к полуночи. Интересно, что на сцене будет проходить и медальная церемония полёка атлетики. Так что гости ничего не пропустят и даже смогут взять мастер-классы у профессиональных спортсменов. Это шары для игры в питанку. Вы видите, за моей спиной развернута площадка. Игра на самом деле очень простая. В пределах этой площадки бросается маленький шарик, жёлтенький. Он называется «кошанет». Противоборствующие игроки или команды, вот такие металлические шары должны как можно ближе поставить. Выигрывает тот, чьи шары ближе. В пятницу откроются ещё две фан-зоны в столице. Это Чижовка и Минская арена. У каждой локации свой формат. Национальный, музыкальный, танцевальный. А дальше эстафету подхватят и все областные центры. Всего фан-зон в стране будет 10. Ну а мы здесь, у Дворца спорта, продолжаем шуметь. Open Air будет до полуночи. Студия, вам слово. Спасибо, Юля. Отмечу фан-зоны в эти дни развернутся во всех регионах страны. А у нас продолжается телемарафон и впереди ещё много интересного.